Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской почтили в Ульяновске. В Вознесенском кафедральном соборе богослужения прошли перед ковчегом с частицами мощей новомучеников. Подробнее о событиях в материале наших ульяновских коллег из эпархиальной пресс-службы. 20-й век стал для России особенно трагическим. Это время, когда страна потеряла миллионы соотечественников. В их числе множество злодейски замученных и убиенных гонителями, богоборцами, православных людей. Архиереев, священников, монашествующих, мирян, вина которых – вера в Бога и преданность Святой Церкви. Точную цифру мы сказать не можем, но это тысячи и тысячи. Среди репрессированных советской властью трудно выделить тех, кто был репрессирован именно за веру. Потому что это оформлялось очень часто как государственное какое-то преступление, политическое преступление. И так это и квалифицировалось на протяжении многих лет советской власти. Первая кровь за Христа пролилась осенью 1917 года. Тогда за пастырское наставление пьяными матросами был убит царской сельский пресвитер Иоанн Кочуров. Спустя несколько месяцев в январе 1918 года произошло страшное убийство митрополита Киевского Владимира Богоявленского. Предреволюционная эпоха во многом напоминала наши дни. Это было время брожения умов, когда хорошим тоном считалось ругать православную веру и церковь, как это и сегодня нередко делается. И духовенство тоже в то время было презираемо. Но вот наступили времена, когда жизнь можно было спасти отказом от веры, снятием сана, вступлением в ряды коммунистов. И многие, очень многие наши архипастыри, пастыри, монашествующие, благочестивые миряне остались верны своей вере и Святой Православной Церкви. В день памяти собора новомучеников и исповедников Церкви Русской Божественную Литургию в Главном Соборе Симбирской Епархии возглавил митрополит Иосиф. На середине храма был установлен ковчег с частицами святых мощей – священомученика Владимира митрополита Киевского, священомученика Илариона архиепископа Верейского, священомученика Фадея архиепископа Тверского и других. В Градосимбирском Вознесенском Соборе в постоянном доступе для верующих хранится ковчег с мощами священомученика Константина Голубева, пресвитера Богородского. В 1918 году без суда и следствия его вывели на опушку леса, заставили копать себе могилу, ранили его выстрелом и затем закопали живым. Много можно таких примеров приводить. Примеров, которые говорят о высоком достоинстве нашего российского духовенства и наших благочестивых верующих. Как бы их ни поносили, как бы их ни обзывали, какую бы клевету на них ни возводили, они остались верными Христу даже до смерти, страдания и пролития крови. В числе Собора Симбирских святых просияло шесть новомучеников. Память двоих будет отмечаться в ближайшие дни. В 1938 году наиболее массовые были расстрелы. 17-19 февраля. Вот в эти дни была расстреляна Екатерина Декалина и священник Александр Телемаков. Наталья Шуклицова, Владислав Фролов. Симбирская митрополия. Симбирская митрополия.